Слава Иисусу Христу! На веке слава Богу Святому! Потому что этот год, 2018 год, он ознаменован как год 70-летия Великой Победы, 70-летия возрождения еврейского государства, 70-летия Израиля. И это очень важная дата, это очень важный юбилей, потому он для всех верующих, для всех, кто чтит Библию как Божье Слово, я думаю, это очень важный юбилей. Потому что тем самым мы констатируем факт того, что Божье Слово, оно исполняется, оно пребывает вовек. И даже если люди в него верят или не верят, оно все равно исполнится. И хотя люди отрицали возможности возрождения Израиля как государства, но это факт. Израиль возродился в 48-м году, а в 67-м году, 50 лет назад, Иерусалим снова стал еврейской столицей. Это действительно знаменательные чудеса, которые можно назвать исполнением библейских пророчеств. Или же геополитические такие чудеса, которые совершились в 20-м столетии. Я думаю, что для верующих разных конфессий, динаминаций, традиций, есть над чем задуматься. Потому что сам факт возрождения Израиля и возрождения Иерусалима, он собой подкосил, будем так говорить, весь колосс антисемитизма. Потому что весь антисемитизм, так называемый христианский, он строился на вот этих двух китах, двух ложных пророчествах. Что якобы Израиль как государство никогда больше не возродится и никогда больше якобы Иерусалим не будет еврейской столицей. Но мы видим, что в 20-м столетии эти пророчества оказались явно ложными, они были разрушены самим фактом историческим. Бог совершил это чудо. И хотя многие говорят, что да, но ведь это чудо было совершено руками людей, как правило, не верующих, не религиозных. Так я скажу, друзья, и я говорю постоянно, что от этого чудо не становится не чудесным, а наоборот, еще более чудесным. Потому что если бы это сделали бы люди религиозные, верующие, это было бы чудом, но гораздо меньшим в сравнении с тем, что произошло. Слава Богу! Поэтому действительно всю славу мы можем только лишь Богу воздать и прославить Его за все, за все. Благоставляю всех вас из города Киева, Бабьего Яра, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам! Продолжение следует...